Среднегория Зайлийского Латао. Экологически чистая зона и уникальная инфраструктура. Это Олимпийский центр Акбулак. Своебразный трамплин на спортивный пьедестал. Кстати, многие спортсмены здесь оттачивают свое мастерство и проводят финальные сборы перед крупными международными соревнованиями. Можно сказать, место притяжения для многих олимпийцев и место, где готовятся будущие чемпионы. Расскажем сегодня подробнее в специальном репортаже. Оставайтесь с нами. Чемпионы выбирают лучшее. Смотря с высоты птичьего полета, можно убедиться в грандиозных масштабах всего сооружения. Неповторимый горный пейзаж, чистый воздух, так называемое уединение с природой. Что еще необходимо для максимальной концентрации? Уже в восьмой год Акбулак обеспечивает комфортные условия для качественной подготовки спортсменов. Каждый из них найдет тут свой уголок. Залы бокса и тяжелые атлетики. Олимпийские, танцевальные и тренировочные залы. Физкультурно-оздоровительный комплекс и центр спортивной медицины. Футбольное поле, теннисный корт, апартаменты, конференц-зал и учебные классы, лукодром и бассейн. Вот в последнем, кстати, сейчас проводят сборы и базовую подготовку национальная сборная по современному пятиборью. Команда готовится к предстоящим соревнованиям. Главная цель – успешное выступление на чемпионате мира и азиатских играх. В Казахстане условия для развития современной пятиборья есть. Базы, можно сказать, вполне соответствуют. Но самое главное здесь – Среднегорье. То есть на этом этапе подготовки для нас это, наверное, решающий фактор. Поэтому мы всегда с удовольствием сюда приезжаем. Условия для проживания, питания, оборудование, которое нам предоставляют, все вполне на уровне. Условия одно, но, как уверяет Сергей Туруба, в стране необходимо дальше повсеместно уделять внимание развитию плавания. Без этого чемпионов пятиборья нам не видать. Правда, результаты Казахстана по данному виду спорта на Олимпиаде уже впечатляют. Недавно на играх в Токио честь страны защищали Павел Ильяшенко и Елена Потапенко. Последней, впрочем, удалось закрепиться в ТОП-15. Меня зовут Павел Чередов. Мне 20 лет. Занимаюсь спортом и современным пятиборьем. Мы готовим сейчас в Акбулаке сбор, потом будет на Иссыкурий сбор. И вот потом пойдут этапы, получается, с следующего года, типа Кубка мира. И будем стараться очки завоевывать и также попадать на Олимпиаду и так далее. А в это время тот, кто уже выступил на Олимпиаде в Токио, спортсмен Ильфат Абдулин завоевал серебро на чемпионате Казахстана по стрельбе из лука. Турнир проходил на не имеющем аналогов Средней Азии лукодроме Акбулака. Комплекс оснащен светодиодным экраном, автоматической системой судейства и трехъярусными трибунами на 132 зрителя. Кстати, Акбулак стал центром проведения заключительных сборов казахстанских спортсменов перед играми в Токио. Мы готовились перед Токио в данном моменте здесь, в Акбулаке готовились. Имитацию сделали, все, соответственно, как на Олимпиаде будет. Подключили LED-телевизоры, секундомеры. Все сделали почти с совпадением с Олимпийскими играми. Это для нас очень помогло, потому что перед Олимпиадой, чтобы видео нас снимало и мы видели себя, это тоже отвлекает нас соревнований. Мы сделали имитацию почти как на Олимпийских играх. И очень это помогло, когда мы там выступали и как бы совпадало с нашим подготовкой. Напомним, что Национальный Олимпийский комитет создал все условия для безопасного участия спортсменов на Олимпиаде. Согласно требованиям Организационного комитета игр, казахстанские атлеты прошли в Акбулаке двухнедельный карантин. Благодаря режиму изоляции и отсутствия прямых контактов с внешним миром, в столицу Японии благополучно отправились все 96 спортсменов отечественной сборной. Между тем, пандемия повлияла на принятие спортсменов в Олимпийский центр. В прошлом году в Акбулаке тренировались 949 атлетов, тогда как в 2018-м их было втрое больше. Из-за антиковидных ограничений услуги были предоставлены в основном Олимпийским командам. Расскажите, пожалуйста, как идет сотрудничество, взаимодействие с Национальным Олимпийским комитетом в плане проведения тех же сборов, развития Олимпийского центра? Ну, нужно сразу сказать, что Олимпийский комитет, национальный наш, он является стратегическим партнером. То есть мы практически полностью ориентированы на его заказ. И в этой связи самые высокие требования к нам предъявлены, мы стараемся их соблюдать. Безусловно, это высокое качество предоставляемых услуг для тренировочного процесса, в том числе и в части медицины, спорта. И другое дело, что мы уже давно ориентированы и готовы к международной деятельности. Это очень важно. Как уверяет Елена Тё, до конца текущего года в центре планируется завершение международной сертификации. Она включает в себя систему менеджмента качества, менеджмента по противодействию коррупции и стратегическое управление. Впрочем, за прошедшие 7 лет в Акбулаке уже провели сборы представителей 17 стран. Физкультурно-оздоровительном комплексе центра проходят усиленные тренировки отечественной сборной по эстетической гимнастике. Юные спортсменки готовы покорять судей и зрителей уникальными трюками и стильными образами. Помогать им в этом из Москвы прибыла чемпионка мира по художественной гимнастике Саня Глызина. В Казахстане это еще молодой вид спорта, но они настолько стремительно ворвались в мир эстетической гимнастики, благодаря тому, что есть группа единымышленников, которая работает на командный результат. То есть Казахстан уже в топах в командном зачете. Это говорит о том, что вид спорта развивается. Если есть хорошая база, если есть все условия для того, чтобы дети тренировались ни о чем не думали, в хороших, шикарных условиях, это номер один для успеха. По мнению Саня Глызина, пока не будет массовости, не будет и результатов. Потенциал огромный. На предстоящем чемпионате мира в Финляндии Казахстан намерен выложиться на все 100. Мне 17 лет, и я очень рада, что мы с командой можем подготовиться к чемпионату мира в Хельсинках. Мы будем рады достойно защитить честь нашей страны на международной арене. Также у нас скоро пройдет чемпионат Азии на нашей родине, в городе Нур-Султан. Мы призываем всех болельщиков болеть за нас, смотреть. Впрочем, физкультурно-оздоровительный комплекс Акбулака может моментально трансформироваться под многие виды спорта. Всего же Олимпийский центр может принять команды по более чем 30 видам спорта. Олимпийский, неолимпийский и паралимпийский. Еще что планируете добавить? Какие есть планы? Кроме лукодрома. Много видов спорта появляется, развивается? Совершенно верно. Не только появляется, развивается. Мы, к сожалению, не можем освоить все. И поэтому пока работали в рамках ведущих видов спорта. Сейчас мы планируем строительство дополнительно специализированных залов. Должен появиться легкоатлетический комплекс. Профессиональный бассейн олимпийский, 50-метровый. Ну и, наверное, мы для ребят добавим еще немножко досуговой части, потому что, к сожалению, не все комплексы располагают такую возможность. Но это важная часть, потому что спортсмены очень много времени проводят в центре во время подготовки. Наверное, так. А это кадры из Центра спортивной медицины «Проспорт» при Акбулаке. Он был открыт два года назад в рамках проведения первой международной конференции по спортивной медицине, которую организовал Национальный олимпийский комитет. Глава НОКа Тимур Кулебаев в 2015 году поставил задачу по совершенствованию медицинского обеспечения казахстанских спортсменов. Медцентр предлагает качественные услуги по диагностике, реабилитации и лечению мирового класса для членов Олимпийской сборной Казахстана. На самом деле врач в команде – это персона номер один. В компании с главным тренером – это один из самых главных людей. Потому что от качества спортивного врача в команде зависит все, начиная от эмоциональной составляющей атмосферы в команде и заканчивая физическим здоровьем в команде. Как заявила Оксана Коночкина, медцентр оборудован по последнему слову техники. Тут вам и высококлассный МРТ-сканер, ультразвуковой аппарат, система измерения скорости, ловкости и координации, высокопроизводительная беговая дорожка, велоэргометры, анализатор, криусауна и многое другое. Главное – небольшой, но профессиональный состав врачей. Тем временем интенсивные физические нагрузки у спортсменов, как известно, создают повышенную потребность организма в питательных веществах. Для этого диетологи Акбулака составляют специальное спортивное меню, сбалансированное по количеству калорий, белков, жиров и углеводов. Это позволяет поддерживать бодрость и тонус организма в течение всего рабочего дня. Высокая концентрация, многочасовые тренировки и новые рекорды. В Акбулаке, между тем, продолжаются сборы тяжелоатлетов. Через месяц им предстоит защищать честь страны на чемпионате мира в Ташкенте. Большие надежды на действующего вице-чемпиона Азии по тяжелоатлетике Артема Антропова. В первую очередь хочу заевать лицензию, попасть на Олимпийские игры. Пока ближайшая цель – это чемпионат мира в этом году. Подготовка проходит хорошо. Надеемся, что до конца будет так же все хорошо идти, и мы покажем там результат. Олимпийский центр Акбулак позволяет проводить качественную подготовку отечественных спортсменов. Существующая инфраструктура оказывает свое влияние на достижение определенных спортивных результатов. Ведь, как известно, путь к вершине триумфа непростой. Жалко Сосгамбаев, Баглам Бегайдаров, Амир Ибатов, Atomician Business. Специальный репортаж.